и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры главной темой данного видео будет являться на мой взгляд наиболее актуальной и сейчас тема это оппозиция в армении потому что от ситуации в армении зависит мир на кавказе как ни странно от вроде бы слабой как экономически так можно сказать и военно-технически армении зависит мир в нашем регионе почему я об этом говорю я неоднократно уже объяснял эту причину но объясню еще раз армению используют как раздражающий фактор для столкновения россии турции что привело бы к третьей мировой войне которая разгорелась бы именно в частности на нашем перешейки перешейки от каспийского до черного моря поэтому очень достаточно многое зависит от слабой армении ну так вот давайте с вами поговорим что же там происходит с точки зрения армянской оппозиции и к чему может привести приход армянской оппозиции к власти начнем с того что армянская оппозиция отказавшись от досрочных перевыборов четко показала тире указала всему армянскому народу о своей неспособности противостоять пашиняну она заявила что у нее нету козырей против пашиняна что времена ее правления был нанесен ущерб в тысячи раз больше чем мог бы когда-либо нанести пашинян конечно же он не сильный лидер ему далеко до своего в частности учителя ливонатор петросяна я уж не говорю про лидеров остальных республик в заказ даже в закавказе на кавказе далеко но давайте пойдемте дальше что же им делать а ведь власть очень сладостная мечта тем более для тех кто в этой власти уже побывал какие же провокационные акции стали проделывать в частности армянская оппозиция начнем с первой армянская оппозиция точнее сказать не без ее участия на улицах в армении стали выводить детей пропавших без вести армянских солдат не страшно ли насколько же нужно упасть духовно этой самой армянской оппозиции чтобы вывести на улицу детей трех четырех пяти лет девочек и мальчиков насколько же нужно быть неуверенными в себе и испытывать безысходное состояние в которой находится армянская оппозиция чтобы воспользоваться детьми которые и так потеряли своих родителей и прежде всего потеряли не по вине пашиняна не пашиняна купировал карабах а по вине тех самых кто вывел этих детей сейчас на улице это ужас это ужас и ужас то что матеря позволили вывести своих детей в частности маленькую девочку обратите внимание мать вешает ей на грудь плакат на котором написано вот какие лозунги там были написаны верните мне папу требую папу мы хотим нашего папу на мой взгляд этих детей стоило вывести к тем местам где находятся партии которые контролируют нынешняя армянская оппозиция из кочарянов и ему подобных ведь это они сделали этих детей безотцовщинами они убили их отцов еще в начале девяностых страшно думаю что да но это не единственная провокация хотя наиболее мерзкая что же еще стали проделывать так называемые армянские оппозиционеры в частности Вазген Манукян один из так называемых личностей который стоял у истоков того что сейчас армянство получило у истоков армянского сепаратизма Вазген Манукян призвал сторонников оппозиции экстренно собраться на площади свободы данное заявление он сделал в 12 12 февраля о чем же он говорит здесь правда еще толком не указана причина недолго занимаясь поисками я получил ответ есть секретный документ по Сюнику в ущерб Армении Вазген Манукян зовет на срочный митинг 12 февраля чем же меня во первых это понятно что дезинформация так как граница будет проводиться именно по советским лекалам по международно признанным очертанием границ территории Азербайджана и Армении то есть не в ущерб никому то есть это специальная дезинформация чтобы вывести народ при этом давайте осветим такой момент он требует чтобы народ собрался 12 февраля а 11 февраля на улицах были по всей территории Армении были дети пропавших без вести солдат то есть народ армянский народ накручивают не так ли но и этого мало для того чтобы подбросить еще дополнительное масло в огонь подлить его в Армении вновь отличились армянские антисемиты они они надругались уже который раз над жертвами холокоста это произошло сегодня 12 числа в 13.04 вас не удивляет совпадение этих событий и вы верите в совпадение на мой взгляд это типичное накручивание ситуации для взрыва армянского общества но это не все провокации в частности во всевозможных информационных сайтах и порталах были опубликованы статьи касательно того что была четко озвучена договоренность между Азербайджаном и Россией а также Арменией о сносе памятника Горегина Нжд на территории Карабаха в Хаджавенде но памятник почему-то оставили оставили именно те же самые радикалы что сейчас возглавляют армянскую так называемую оппозицию вопрос почему они так радикально держатся за данный памятник зачем им это надо на мой взгляд опять таки это еще один метод накручивания взрывной ситуация в Армении погружение ее как я сказал в некий политический хаос на фоне которого вышедшие из строя так называемые политики тире оппозиционеры рассчитывают прийти к власти пускай пускай даже на уничтоженной полностью Армении но я вам скажу еще более интересную новость сообщу вам ее на фоне всех этих провокационных действий видимо несмотря на них чувствую что и в этом случае так называемым оппозиционерам в Армении не удастся прийти к власти тире закрепиться в ней они ищут обходной вариант о каком обходном варианте я говорю продажи Армении России нет Армения уже продана и продана при Кочаряне об этом чуть позже мы поговорим дело не в этом армяне решили призвать на трон вы думаете я оговорился в отношении трона нет именно на трон в Армению короля Италии да он конечно же в отставке так как Италия стала в свое время республикой но эта семья сохранила за собой титул так как семья не отреклась как это сделал Николай второй что же мне хочется сказать зовут данного королевского отпрыска Эммануэль Филибер при этом что интересно армяне даже в общем то еще не предложили ему столь даже не знаю издевательскую шутку для гражданина Италии королевских кровей династии дома совой неужели он захочет испачкать себя столь непонятной структурой как Армения которая даже не находится на своих землях а находится на землях России кроме этого кто такой Эммануэль Филибер гражданин Италии натовец и уж точно зараженный антироссийской пропагандой анти большевик анти коммунист не так ли не будем сейчас напоминать кем является в частности нынешний президент России выходцем из КГБ из более чем коммунистической структуры поэтому они даже не задались вопросом как к этому отнесется сам Путин и за сколько минут Армения просто перестанет существовать если данное просто предложение поступит от безысходности порой человек ищет выход даже в виселице не так ли это тот же самый случай только в данном случае этот выход ищет не один человек а так называемая армянская оппозиция но давайте вернем к такому вопросу почему я утверждаю что у армянской оппозиции нет шансов на что я опираюсь заявляя об этом только только на те грязные способы которые используют армянская оппозиция и на ту фигуру кого армянская оппозиция нашла в качестве своей неудачи для того чтобы пригласить эту фигуру на трон только из-за этого нет давайте перейдем с вами к еще одному видеоролику в данном случае видеоролику пашинян или качарян всем привет данное своеобразное голосование на своем ролике решил провести известный журналист егор кураптёв я сейчас не буду как-то скажем так фокусировать ваше внимание на самом ролике но меня больше заинтересовали в основном комментарии которые оставляли армяне под данным видеороликом качарян бандит и террорист он украл будущее у армении он причастен к расстрелу парламента марионетка россии ни один уважающий себя армянин никогда не захочет этого бандита царь хочет этого этого политического труба воскресить идемте дальше да немца когда-нибудь на престол посадить народ у нас умный да порядка мало пусть наводит качарян вор и должен сидеть опускаем тисниже ни пашиняна ни качаряна даже такие лозунги звучат звучат очень много комментариев и каждый из них не в пользу качаряна уж точно качарян это агент кгб и серж тоже ванитян тоже агент кгб качарян тоже агент должен сидеть это пишут армяне качарян никогда не будет он уже продал армению и и сейчас ведь именно качарян возглавил так называемую армянскую оппозицию не смешно ли человек уничтожавший парламент расстреливавший митинг рвется во власть видимо не всех еще перестрелял в армении обязательно прочтите именно те комментарии которые писали армяне ну и последнее тоже видео прежде чем я его вам включу я хочу акцентировать ваше внимание на еще одном сегменте это на тех козырях которые имеются на руках у пашиняна он раз и навсегда по мнению многочисленных обычных армян остановил войну то есть гибель армянских солдат чем бы чем не гнушались его предшественники бросая постоянно в огонь многочисленных представителей армянского народа это первое второй момент разблокирование армении что тоже немаловажно третий момент пашинян это тот человек который впервые стал говорить о судьбе тире жизни союзничестве с соседями он заговорил в этом разрезе и об армянах проживающих как в Турции в частности так с намеком на тех армян которые проживают в Азербайджане он не хочет быть предателем этих армян как были Кочарян и Серж он не хочет подставлять этих армян как это делали всегда армянские националисты с начала прошлого века но есть у Кочаряна есть у Пашиняна еще один козырь давайте с вами послушаем хотя вы уже прочитав название данного ролика приблизительно понимаете о ком идет речь впрочем послушаем привет друзья ставьте лайк а также обязательно напишите свой комментарий под видео сегодня суд первой инстанции Еревана отказался изменять меру пресечения бывшему генсеку ОДКБ и бывшему же начальнику армянского генштаба Юрию Хачатурову в отношении генерала по-прежнему действует мера пресечения в виде ареста но измененное в июле 18 на освобождение под залог в 18-м Хачатуров выплатил 10 тысяч долларов залога а теперь подававший ходатайство в очередном изменении меры пресечения адвокат Хачатурова мигран Пагасян пытался убедить суд в том что его подзащитный ни разу не нарушил условия пребывания на свободе не планирует покидать пределы страны и ни разу не отсутствовал ни на одном заседании также Пагасян призвал суд учесть возраст подсудимого а профессию характер и специфику предъявленного обвинения что касается обвинения то оно на самом деле достаточно серьезное Хачатуров проходит в суде по тому же делу что и бывший президент Армении Качарян глава Минобороны Аганян и руководитель администрации президента Геваркян им предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 8-го года в тот же день после президентских выборов сторонники бывшего президента Армении Ливона Терпетросяна отказались преднавать данные Центра избиркома и вышли на круглосуточные протесты против них было обвинено боевое оружие в результате чего погибло 10 демонстрантов проходящий сейчас по этому делу чиновники считают его сфабрикованным и заявляют о политическом преследовании особенность ситуации в том что уголовное дело было возбуждено против Хачатурова в то время когда он занимал пост Генсека УДКБ по личному указанию Пашиняна тогда многие усмотрели в открывшемся процессе попытку давления новых властей на Москву то есть убийство десяти человек это такая мелочь можно забыть они же занимают большие посты смешно экспертов смутил тот факт что заводя уголовное дело в отношении представителя международной военно-политической организации договора о коллективной безопасности Ереван не проконсультировался с Москвой что стало ударом по авторитету ОДКБ действительно в структуре организации Кенсек играет ключевую роль осуществляя контроль и управление деятельностью ОДКБ арест действует но убийство то своих армян должно быть важнее Твучего Кенсека по слухам инициированный прозападным окружением Пашиняна вызвал негативную реакцию в России и министру иностранных дел Лаврову даже пришлось в телефонном разговоре с тогдашним главой армянского МИДа за гробом на Цыганяном давать разъяснения по официальной процедуре отзыва полномочий Хачатурова хотя справедливости ради стоит заметить что говорить о кристальной честности Хачатурова не приходится оппоненты инкриминировали ему создание фейковых фирм для отмывания денег уклонения от налогов и другие экономические преступления и нарушения за пару дней до сегодняшнего заседания суда адвокат Роберта Качаряна проходящего по тому же делу что и Хачатуров выступил с заявлением увязав дело своего подзащитного с карабахской проблематикой защитник Ай Калумян объявил что против обвиняемых по всем этим делам осуществляется политическое преследование так как только эти люди способны протестовать и пропятствовать уступкам Азербайджану со стороны Армении о каком противостоянии Азербайджану идет речь если Качарян четко заявил что он будет продолжать ту же позицию которая была написана в договоре подписанном между Ильхамом Алиевым Владимиром Путиным и Пашиняном то есть он не собирается менять этот договор о каком противостоянии Азербайджану может идти речь вопрос крайне важный это так для армянских оппонентов ну что ж дорогие друзья на этом я заканчиваю видео сегодня постараюсь записать еще один видеоролик потому что он действительно важный но посмотрим я же с вами прощаюсь до следующих встреч на моем канале всегда ваш Сиидов Камран до свидания до свидания до свидания